Театральное искусство доступно всем. Юноши и девушки из клуба молодых людей с инвалидностью Грани устроили закрытый показ спектакля «Стоптанные туфельки» для ребят из Ивановской школы вожатых. Впервые с пьесой по мотивам одноименной сказки «Братьев Гримм» Грани выступили в Центре культуры и отдыха. В постановке задействовано больше 20 актеров, предназначена она для большой сцены. Впрочем, декорации удалось разместить и в скромном зале Центра профориентации «Перспектива». Туфельки я буду делать лично, ведь в моде я хорошо разбираюсь. У меня есть одно маленькое условие. Девушка должна любить мое любимое блюдо – тушеные лягушки в укропе. Я привез в подарок целую коробку лягушек. Сюжет пьесы традиционный. Король хочет выдать замуж своих дочерей. Во дворец по очереди прибывают претенденты из разных государств. Каждый должен доказать, что именно он достоин руки юной принцессы. Я играю французского принца. Композиция называется «Стоптанные туфельки». Готовили мы ее очень усердно. Прям все силы прикладывали. Мне очень понравилось выступать, и это все хорошо. Закрытый показ для юных вожатых Грани устроили не случайно. Организации дружат уже не первый год. Такие встречи – яркий пример инклюзивной интеграции, когда люди общаются, невзирая на различия между ними. В том году так получилось, что мы первый раз проводили день рождения для Грани. Мы задружились. Мы очень тесно дружим с перспективой. Татьяна Вовна сказала, что очень хочется сделать закрытый показ для моих детей. Я думаю, они в приятном шоке и под непередаваемым ощущением, потому что они никогда такого не видели. Благодаря таким встречам к участникам массовых школ приходит понимание, что между ними и людьми с инвалидностью вовсе нет стереотипной пропасти. Ребята из Грани, в свою очередь, всегда рады новым интересным знакомствам. Сегодня на наших глазах был пример инклюзии, естественной, здоровой. Потому что неинклюзивное общество – это незрелое, нездоровое общество, где есть сегрегации, где есть особенные, а есть нормотипичные. Так не должно быть. И вот через такие мероприятия совместные разрушаются вот эти барьеры, мнимые, которые стигматизируют общество. Сейчас в репертуаре Грани всего несколько спектаклей. В планах поставить еще пару-тройку коротких миниатюр по 10-15 минут. После финальной песни актеры и зрители поменялись местами. Ответный подарок от вожатых – несколько танцевальных номеров. А после разговор по душам за чашкой чая. Ребятам точно найдется, что обсудить. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.